Слово Господне. Плач Еремии, 2 глава, с 1 по 17 стих. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они, где хлеб и вино, умирая, подобно раненым на улицах городских, изливая души свои в лона матерей своих. Что мне сказать тебе? С чем сравнять тебя, дщерь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщерь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение. Изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все, проходящие путем, свищут и качают головою своею от щери Иерусалима, говоря, Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрижещут зубами, говорят. Поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил. Исполнил слово свое, изреченное в древние дни. Разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою. Вознес рог неприятелей твоих. Размышления, часть первая. Ложное пророчество. Плач Еремии, 2 глава, с 1 по 14 стих. Эти строки – плач и крик души Еремии перед Богом о разрушении Иерусалима. Разрушение города столь велико, что дети и младенцы, самые незащищенные и уязвимые члены общества, страдают от голода. Автор обвиняет пророков, которые провещевали пустое и ложное и не смогли раскрыть грехи Иерусалима. Это были лжепророки, искажавшие слово Божье и обманывающий народ. Истинное слово, за которым мы следуем, ведет нас к спасению и защищает нас от падения в ловушке греха. Давайте смиримся сегодня перед Словом Божьим и постараемся как можно точнее его изучить, раскрыть и явить его истину окружающим. Применение. Как вы можете посвятить себя более глубокому изучению слова Божьего? Как вы можете поделиться с окружающими тем, что узнали из слова? Размышления, часть 2. Последнее слово Бога. Плач Еремии, 2 глава, с 15 по 17 стих. Странники, проходящие мимо Иерусалима, видят его разрушение и смеются над падшим городом. Он, который назывался совершенством красоты и радостью всей земли, теперь лежит в руинах. Враги Иерусалима радуются отмщению и падению города. Но даже посреди этой трагедии автор не сомневается в Слове Божьем и верности Господа. Напротив, он подтверждает, что все произошедшее – исполнение Его Слова. Слово Божье, провозглашенное очень давно, ясно говорит о том, что Иерусалим будет разрушен, если Божий народ будет противиться Богу. Но мы знаем, что это еще не конец истории. У Бога был план через жертву Своего Сына окончательное исполнение Своего Слова – спасти тех, кто не мог сам себя спасти. Применение. Что Слово открывает нам о планах Бога для человечества? Почему мы верим, что Слово Божье верно? Молитва. Отец Небесный, я верю, что Твое Слово, данное нам в Библии, верно и неизменно. Помоги мне возрастить его в познании и делиться им с окружающим. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok